Поможем избавиться от долгов и кредитов и сделаем банкротство. Компания Эллайн. Работаем по всей России. 10% скидка на любую услугу по промо-слову Сади Гасанны. Ссылка в описании. Здравствуйте, с вами Юрий Сади Тельманов. Сегодня мы поговорим про срок давности кредита и как правильно его посчитать. 10% скидка на любую нашу услугу по ссылке внизу. Подписывайтесь на канал. Оформив банковский кредит, клиент после подписания договора соглашается выплачивать его полностью своевременно. Но у многих это может не получиться в силу непредсказуемых обстоятельств. Впоследствии должнику начисляются штрафы неустойки. Финансовые учреждения всеми путями будут возвращать свои деньги. Самым распространенным методом является переуступка прав кредитного соглашения. При взыскании долга банком самостоятельно подается иск на заемщика. В последнем случае применяется понятие срок давности. По истечении данного времени вероятность одобрения иска судом снижается. Данное понятие рассматривается как временный период, когда финансовые организации требуют задолженность должника на законных основаниях. Срок установлен законодательными органами РФ и составляет 3 года. В этот период кредиторы обращаются в суд для взыскания задолженности в полном объеме, то есть с начисленными пениями и процентами. Исходя из этого, напрашивается вывод, что если не будет обращения финансового учреждения в суд, то по истечении трехлетнего срока заем можно не отдавать. Но не стоит обольщаться, эти попытки кредитор пресекает сразу. Поэтому переждать 3 года удается не каждому. Для поручителя гражданин, оставивший подпись в кредитном соглашении, которое оформлялось на другого человека, обязуется выплачивать долг за него, в случае, если тот перестал платить. Представители банка будут настаивать на выплате, но здесь же тоже есть временные рамки. Срок действия поручительства описывается в кредитном документе, продолжается ровно столько, сколько прописано. Если дата окончания поручительства не указана, то поручительство действует не больше 12 месяцев с момента окончания соглашения. Если в этот временный период банк-кредитор не подал заявление, то обязательства поручителя, как правило, заканчиваются. Продление срока исковой давности также. Есть для него давность иска, составляющая 3 года. Растянуть ее можно до 10 лет. Это максимальное время, в течение которого финансовая компания может подавать иски для взыскания задолженности с дебитора. Исчисление срока приостанавливается при следующих обстоятельствах. Первое. Чрезвычайные обстоятельства, при котором делать своевременные платежи, не предоставляются возможными. Второе. Заемщик находится на территории, где проводятся военные действия. Третье. Перезаключение договора с кредитором об отсрочке платежа. После исчезновения внешних обстоятельств рисковой срок начинает исчисляться сначала. В основном точка отчета привязывается к дате внесения очередного ежемесячного платежа. К примеру, заем был оформлен в январе 2020 года. И банк назначил 18 число для ежемесячного платежа. Должник с сентября этого года не внес необходимую сумму следствия на кредитор. 19 сентября уже знает, что должник не выполнил свои обязательности по кредиту. Поэтому трехлетний срок начинается с 19 сентября 2019 года. Правила относятся ко всем видам задолженности. Если у вас возникли проблемы с кредитами, то переходите по ссылке и получите свои бесплатные консультации. С вами был Юрий Садий Тельманов. До новых встреч.